А вы знаете, что если собрать в одном месте весь снег, который вывезли за эту неделю с дорог Новосибирска, то получится гора размером почти с театр оперы и балета. Здравствуйте, это новосибирские новости недели и Вячеслав Горчаков. Коротко о самых заметных событиях, чтобы вы были в курсе и не упустили важное. И сначала о новшествах недели, точнее февраля, которые коснулись так или иначе всех россиян. Первого числа вступил в силу ряд законов. В основном они связаны с выплатами и пособиями. Благодаря индексации выросли выплаты федеральным льготникам и опекунам детей-инвалидов. Упростят жизнь собственникам недвижимости. Если дом аварийный, налог будет меньше. Ошибки в госреестре теперь обязаны исправлять втрое быстрее. Максимум за один месяц. Ну и хорошие новости для тех, кто задолжал банкам и микрофинансовым организациям. Коллекторы должны стать более тактичными, что ли. Никаких звонков не плательщикам среди ночи. А к привычным способам общения добавились госуслуги. Если не против, сам должник. Возможно, коллекторам придется делать голос еще строже, чтобы хоть как-то внушать страх. В Новосибирске придумали, где взять деньги на строительство школ и детсадов. В социальную инфраструктуру, возможно, будут вкладываться застройщики. Такой механизм обсуждали на неделе участники рынка и городские власти. И речь идет не о какой-то благотворительности. Дело в том, что получать разрешение на строительство многоквартирных жилых домов компаниям все труднее. Прокуратура блокирует выдачу, объясняя это нехваткой социальной инфраструктуры. Похоже, тренды изменились. Как было раньше. Бум строительства, новые микрорайоны росли на глазах, восполняя дефицит квадратных метров. Отрас следовало новые рабочие места, налоговые поступления, меняло сам город. Так, за последние 10 лет в городе сдали 15 с лишним миллионов квадратных метров жилья. Больше построили только в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Сильно ограничивать такой драйвер экономики долго не решались. Школы, детсады, поликлиники строили там, где уже жили люди. За счет бюджета. За те же 10 лет в городе открыли 21 школу и 54 детских сада. Но этого по-прежнему мало. Особенно не хватает школ, несмотря на работу нацпроекта образования. Как тут угнаться, если местами уже не хватает алфавита, чтобы обозначить все первые классы в крупных школах? Новосибирские эксперты подсчитали. Стоимость необходимой социальной инфраструктуры на один квадратный метр жилья составляет 9570 рублей. Все эти затраты строительные компании на себя не возьмут. Но вкладывать по 5000 рублей за каждый квадратный метр жилья готовы. Лишь бы избежать коллапса. Остальное предлагают оплачивать бюджету. При этом учитывать, где именно возводят новостройки. Ведь одно дело – дорогая земля в центре и совершенно другое – окраина с эконом-классом. Заметим, что сама модель застройщики вкладываются в школы и детсады не нова. Она уже действует в обеих столицах и Перми. На подходе многие города-миллионники. А вот, например, в Саратовская область, где в прошлом году приостановили десятки разрешений на строительство. Все по той же причине. В Новосибирске первую редакцию документа о взносах на соцобъекты уже рассмотрел общественный экспертный совет. Далее – проработка, юридическая экспертиза, обсуждение в депутатских комиссиях и профильных департаментах. И уже потом окончательное решение за советом депутатов. Кстати, а вы готовы купить квартиру дороже, если рядом есть школа, детсад и поликлиника? Ведь застройщики явно захотят компенсировать свои издержки. Какой парк или сквер благоустроить в следующем году? Это в ближайшие недели смогут сделать россияне. И, конечно, новосибирцы в том числе. Вот-вот объявят о запуске онлайн-голосования. Горожанам предложат выбрать из перечня одну площадку. Та, что наберет наибольшее количество голосов и войдет в федеральную программу под названием «Формирование комфортной городской среды». Эта инициатива президента уже позволила за последние пять лет вложить в благоустройство одного только Новосибирска более миллиарда рублей. Если вы помните, в 2018 год, когда были выборы президента и когда весь город голосовал за эти территории, которые будут сделаны в городе Новосибирске, вы помните тогда, что проголосовало более 165 тысяч человек и победил монумент славы, как первый объект, который должен быть реализован. И сейчас каждый год, с этого года мы будем голосовать за новую территорию, которую выберет город. Пока мы можем только гадать, каким будет очередной перечень «зеленых» кандидатов, этим сейчас и занимаются активисты. Вариантов множество. Достаточно зайти на сайт «Зеленый Новосибирск», где выложены в открытом доступе готовые дизайн-проекты. Город подготовился. Вот, например, из Свежего. Сквер имени Булгакова, основателя племзавода «Ирмень». Большинство новосибирцев знает это место как парк возле центра Сибирь-Хоккайдо. Итоги общественного обсуждения дизайн-проекта подвели в конце прошлого года. На четырех гектарах хотят установить тематические павильоны в форме титропака, фигуры коров, велодорожки, детские и спортивные площадки из натуральных материалов, скейт-парк, место для выгула собак. Это уже необходимый набор для современного общественного пространства. Конечно, создавать такой парк дорого. Федеральные деньги не помешали бы. Есть и не менее яркие претенденты на включение в итоговый список для голосования. Тот же Ельцовский парк. Огромное пространство в пойме одноименной малой реки, на краю которого в прошлом году уже создали, ну, эдакую показательную площадку. Сделала эта строительная компания рядом со своим жилым комплексом. Чем не вклад в инфраструктуру? Есть и территории, за которые ратуют местные жители, хотя никакого проекта пока нет. На неделе развернулись споры в сообществе Плющихинского жилмассива. Там мечтают о благоустройстве берегов озера Собачье. Один из активистов предложил не сидеть сложа руки и напоминать об этом запущенном, но живописном местечке всем. От депутатов и чиновников районной администрации до федеральных властей. Интересна реакция. Одни, судя по комментариям, отнеслись к затее скептически. Дескать, кому мы нужны и к чему сотрясать воздух. Другие поддержали. Если вообще не заявлять о своих желаниях, то многие горожане так и будут удивляться, что на Плющихинском, в принципе, есть какое-то озеро. А сколько таких водоемов, пустырей и зарослей на окраинах сибирских городов? И не сосчитать. Будем ждать официального старта голосования. О нем мы обязательно сообщим и расскажем, как именно планируют обустроить территории, претендующие на поддержку нацпроекта. Ну а пока о размахе и серьезности намерений федеральных властей можно судить хотя бы по первой общегосударственной премии «Парки России», о которой объявили 1 февраля. Ее проводят под эгидой Минстроя. Авторитетное жюри будет принимать заявки от местных властей, парковых учреждений и профильных компаний-производителей до 11 марта. Затем выберут лучшие практики для короткого списка. И уже из этого перечня выберут победителей в разных номинациях. Их объявят 3 апреля. Так хотят, видимо, сформировать и отметить пул образцовых общественных пространств, чтобы было на кого равняться. Интересно, о каких парках заявит Новосибирск? Жителям Кировского и Ленинского районов Новосибирска, пострадавшим при массовых отключениях тепла, компенсируют затраты не только на потребленную электроэнергию для обогревателей, но и на слитую горячую воду из труб. Про это руководитель филиала Сибирской генерирующей компании заявил на сессии ЗАГС Собрания. У нас не открытая система горячего водоснабжения. И поэтому был слив не только теплоносителя, а и был слив и воды. Так вот, повышенные расходы воды вы будете компенсировать? Ну, давайте рассмотрим. Мы долго будем рассматривать? Или вы сейчас готовы? Обращений не было. Вот сейчас только этот опрос задали. Но давайте, конечно, если это связано с той ситуацией, которая есть здесь, безусловно. Понятно, что материальный ущерб будет включать в себя и то имущество, которое пострадало, и где необходимо делать ремонт, если что-то залито, это тоже сейчас обсчитано. У нас есть, к сожалению, и три обращения с ожогами, с небольшими ожогами, но они есть. Готовы эти пострадавшие заключить с нами мировое соглашение. Сейчас с ними ведем переговоры. Безусловно, эта компенсация будет выше, чем судебная практика. Мы, не дожидаясь заявлений и обращений, делаем эти перерасчеты. Кроме того, СГК объявила о тех выводах, которые компания сделала в режиме чрезвычайной ситуации. Что нужно сделать, чтобы наладить систему теплоснабжения на левом берегу? Среди основного – изменить схему поступления тепла, чтобы не возникало такого коллапса при порыве на небольшом участке. Перейти к массовой диагностике сетей с помощью роботов. Одних только гидравлических испытаний, как выяснилось, недостаточно. Установка запорных механизмов, чтобы можно было оперативно ограничивать и ремонтировать поврежденный участок. Ну и, конечно, проработать взаимодействие с управляющими компаниями, которые явно оставляло желать лучшего в первые дни после аварии. Снега с улиц и дворов Новосибирска вывозят меньше, чем необходимо. За это подчиненных раскритиковал на днях временно исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов. При том, что, судя по докладам на аппаратном совещании, техника работала активнее обычного. Технику привлекаем очень-очень слабо. Понимаю, что это самая сложная для очистки территория, но, тем не менее, ею заниматься необходимо. Тем более, у нас уже практически месяц обильных осадков мы не наблюдаем. И уже пора бы привести все в соответствие. Тем не менее, наблюдается тенденция к снижению вывозимого отмена. Вот это недопустимо. Один из самых обнадеживающих сюжетов этой недели – о пресс-туре в Новосибирске областной перинатальный центр. Здесь ежегодно спасают жизни 600 новорожденных с патологиями. Выхаживают недоношенных малюток, детей с инфекциями и проблемными органами. Помогает в этом современное оборудование и новые реанимационные автомобили. Благодаря таким условиям рожать в Новосибирском областном перинатальном центре стремятся даже женщины из других городов и регионов. Портрет типичного туриста составили в Новосибирской области. Его нарисовала Минэкономразвитие. Вот основные приметы человека, который приезжает познакомиться с нашим регионом. Возраст от 18 до 44 лет. Не состоит в браке и почему-то без детей. Зато есть высшее образование и работа. Видимо, Новосибирск все-таки не дешевый вариант для развлечений, раз доход усредненного туриста до 90 тысяч рублей. Летом чаще приезжают свободные женщины, а зимой – деловые мужчины. Отсюда выводы, которые сделали областные чиновники. Надо летнему потоку туристов предлагать уютные спокойные программы, а зимнему потоку, напротив, активный отдых. Массовые праздники приветствуются. Две трети приезжих – экстраверты, готовые к шумным развлечениям, экспериментам и ироничным проектам. Ну а раз так, гостям города нужно обязательно сфотографироваться на фоне этого знаменитого лозунга, вызывающего улыбку уже 32 года. Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что. Что это означает? Да кто его знает, но мысль глубокая. То, что несмотря ни на что, все равно живем, дышим, ходим. Проходишь мимо, читаешь, улыбаешься, думаешь о будущем, не оглядываясь на прошлое. Ну как-то подбадривает этот плакат. Я думаю, это уже символ, и пускай она так дальше остается и вселяет оптимизм. Этот 40-метровый стенд установили на улице Петухова в ноябре 92-го года. По инициативе руководителя отдела пропаганды и агитации Кировского района Александра Станкова. Прежде тут была надпись «Во славу Октябрьской революции», пока ее не закрасили. Но не пустовать же стенду вдоль дороги. Ради шутки написали фразу, ставшую легендарной. Прижилась. Теперь стенд с оптимистичным лозунгом хотят включить в муниципальный реестр. То есть взять под охрану. И в завершении выпуска о самом популярном видео этой неделе на наших площадках. И оно не про катаклизмы или людские беды, а про добро. Новосибирские пенсионеры снова могут бесплатно пообедать в кафе и оказаться в теплой компании. Добродомик отпраздновал новоселье. Это благотворительное кафе, где накормят любого пожилого человека. Прежде оно располагалось в здании на улице Богдана Хмельницкого. Но оттуда пришлось съехать. Сменился владелец помещения. И тогда многие постоянные посетители необычного заведения испугались. Неужели на этом все? Ведь они туда ходили не просто за едой, скорее за общением. Новое помещение для кафе нашли нигде-нибудь. А на Красном проспекте 64 – это на углу с улицы Крылова, недалеко от Центрального рынка. Кафе будет работать там по будням с полудня до 16.00. Конечно, само открытие не могло пройти тихо. Добро пожаловать! С порога мне говорят, добро пожаловать. Уходят, приходите снова. Я живу одна, поэтому мне здесь хорошо. На сайте и в наших соцсетях много интересного, важного и полезного. Смотрите, читайте и подписывайтесь. Хороших новостей. Увидимся через неделю.